Привет, друзья! Сегодня поговорим об обновлении, которое нас ждет в будущем. Ну, там не очень обновление, так бы я сказал. Абдестра, купоны, повторок, неудачных синтезов. Ну, такое. Это подачка, чтобы вы не плакали. Чувствуем вкусные награды. Будут нас ждать только на Новый год. Перед Новым годом, в начале месяца, как всегда, затягивают. Ну, не дают вкуснятины. Ну, дали вот это обновление с новичками, что я очень благодарен, очень приятно играть, очень приятно развиваться, даже с минимальнейшим донатом 5000 алмазов. Твинок сам себя уже бустит, фармит синечку и алхимию наслаждаюсь. Вот просто история одного твина. Такой же самый твин, как мой. Вот этот глад. Буста в нем в два раза меньше. Я там где-то 3к алмазов закидывал, купить 1 на 1 скилл. Вроде бы оружие купил еще. Ну, и смотрите. Он мне уже вернул. Получается 9к алмазов. 3к я в него вкинул. История одного твина. Чем больше твинов, тем больше шанса вытащить фиольчик. Потому что каждый твин фармит что-то. Если вы играете в одно окно, это очень сложно. А если вы играете в 10 окон, фиол можно тянуть один раз в месяц, но это минимум. При наличии скилла Гэтби. Финальный вызов уже ждет. Поле битвы Обита. 25.09.24 года. Клановая олимпиада. Участники. Отбираются на основе ежедневной активности клана. Участники каждого из раундов соревнования подбираются из числа отобранных кланов. Случайным образом. В соревновании 4 раунда. Для входа вам нужно быть 70 уровнем. Состоять в клане, который отбирается. Получить очки победы. Там будет ПВП, ПВЕ, то бишь мобов долбить. И РБМ. Награды видим. Как за олимпи. Камушки. Ордена. Знаки. Блески. То есть свиточки там. Светалка и снаряжение какие-то. Еще сундучки. Что за сундучки интересно. Чем выше номер раунда, тем лучше награда. Вы можете на Корее, на Японии посмотреть. Там корейцы радуются, бегают. Над каждым висит значок раунда. Я так понял уже из того, что читал. Я просто смотрел вот это. Бегали, долбили друг друга. Весело. Новые Агатионы. Один мифический, один легендарный. Два героических. Линдви Ор. Что у нас дает Линдви Ор? Аура. Эффекты характеристик. Увеличивает весь защиту. Снижение урона. Сопротивление умениям. Игнорирование иммунитета ко всему. Также дает шанс тройного урона. Продолжительность оглушения. Продолжительность удержания. Немного увеличивает уровень аномального состояния. Также при успешной атаке для окружающих союзников. Увеличивает точность и урон. Он замедляет врагов и увеличивает их время перезарядки. Очень крутой Агатион. Пвпшный. Так дальше. Харнак. Увеличивает уклонение от всего. Также сопротивление тройному урону. Защита от умений. Сопротивление урону от оружия. Дальше. Укаба. Увеличивает сопротивление двойному урону. Увеличивает урон водой. Увеличивает игнорирование. Снижение урона. Белра. Увеличивает доп урон в пвп. Обновление классов двуручных. Мечом. Буйство. Увеличивает область действия и число целей. Целем в области. Периодически наносит урон. И блокирует атаки ближайших целей. Короче. Меня кто-то там просил объяснять. Что я читаю. Смотрите. Увеличивает область действия и число целей. Объяснил. Также. Периодически наносит урон. Буйство. Это все. Про буйство мы говорим. Блокирует атаки ближайших целей. Круто да. Вот это я объясняю. Читаю. Если вам не понятно что я читаю. Я не знаю. Я же объясняю. Логично. Так. Дальше у нас. Превышение энергии. Увеличивает эффективность усиления энергии. Увеличивает макс хп. За каждую единицу выносливости. Все больше. При получении урона. С определенным шансом восстанавливает хп. Очень круто. Это новые навыки. Также обновятся навыки. Увеличивает выносливость. При использовании. Отменяет эффекты массового контроля аномального состояния. Ниже легендарного ранга. И увеличивает восстановление хп. С двуручным мечом во время действия эффекта. С помощью особых умений восстановление хп в размере макс хп и больше. Также удар 3. Это серия ударов станов. Эффект идеального комбо ударом. Который уменьшает перезарядку. Теперь применяется немедленно. Подробнее можно узнать в информации об обновлении 25.09.24. Также золотые билеты леют. Тут очень, ну, ничего нового. Только я не помню, вот этот был билет или нет. Совмещение агатионов. То бишь, позволяет повторно провести совмещение агатионов такого же ранга, как и ранг при неудаче попытки. Согласно истории неудачных совмещений агатионов за обычный или особый период времени. После открытия сервера и до 20 сентября. После открытия сервера до 25 сентября. То бишь, вы еще можете делать неудачные трайи. Да, покупать паки, делать трайи, увеличивать свой шанс. Потому что, чем больше вас неудач, тем больше шанс, что вы там получите агатион или класс. Видел, у некоторых ребят там есть баги. Они говорили, что у них там было и по 10 что-то трайов неудачных. И у них все равно шанс 0 там. Да, попытка синтеза. Это, наверное, если вы не играете, вы не понимаете. Вот. Вот это попытка синтеза. Синтез? У вас неудачный синтез? Дает вам попытку. Если у вас был там легендарный на мифический, дает легендарный на мифический. Был с героического на легендарный. Обычная попытка синтеза. Все. Вам дополнительно дается золотые билеты. Ну, прикольно. Конечно, подачка. Ответный удар Зарыча. Собирайтесь вместе, чтобы одолеть наступающих врагов. Награда для защитников Адена. Зарыч вторгся в мирные земли Адена. Все, кто принимают участие в борьбе с Зарычем, получат особые награды. Скоро. Теперь давайте немного поговорим о скиллах. Потому что задают вопросы. Сейчас дальше будет часть видео о том, как я говорю о скиллах. Объясняю, что такое скиллы. Как с ними бороться. И вообще, какой Аден скилл, какой Геран скилл, какой идея. Чтобы вы не тупанули. Потому что у каждого скилла есть своя классификация. И каждый скилл по ценности стоит по-разному. Потому что, ну, там в зависимости от барыги. Потому что, видел тройное рассечение. Это Герановский скилл, который можно купить в клане. Если я не ошибаюсь. Да. Торговец клана. Полторы тысячи Адена. Можно купить. То барыги за 800 продают. Если тройное рассечение, можно с алхимией достать себе стоимость 50 алмазов. Ну, 800 алмазов. Но если мы можем покрутить алхимию и достать тройное рассечение. Тупо упираться и крутить его. Ну, короче, не важно. Может повезти дешевле. Вот как мне, к примеру. Я вытащил владение рассечением. То есть, я вытащил бурю 3. Бурю 3 продал. И взял владение рассечением. Теперь сам себе купил. Это Аден 1 скилл. Просто многие задают вопросы. Ребятушки готовы потратить очень большие деньги. Там зарплату какой-то зигвавы годовую на скилл. И чтобы понимать. Вот вы открываете любой класс. Скиллы считаются сверху вниз. То бишь, вот эти скиллы это Геран скиллы. И дальше мы пошли Геран. Там Орен. Это Аден 1, Аден 2. Грация. Аналогично мы переходим на мага. Видим вот эти скиллы. До восстановления заклинаний. Это Геран скиллы. Дальше кристалл Инея. Это Орен скилл. И вот так вниз. Любой класс. Мы берем. Буря 3 Ад. Аден 1. Шквальный удар Аден 2. Щит Мудреца. Грация. То же самое мы идем и по фиол скиллам. То бишь, вот эти 4 первых скилла, это можно считать Геран скиллы. Мы можем просто перейти в раздел интересной информации. Даже уже Годард скиллы подобавляли. Которые уже есть, но их нет в наличии. Но они есть. Но они будут. То бишь, и посмотреть. Вот видим Геран 1, Т1. Давай возьмем мы посох. Сигма у нас оказывается это Аден 1 скилл. То бишь, его цена должна быть выше. И то же самое при смене. Ну, конструктор, когда бывает в донат-магазине. Вы Геран скиллы не сможете поменять на Аден скиллы. Но сможете Аден скиллы поменять на Геран. То бишь, если у вас будет стигма. Если вы маг. Вы поменяете его там на гравитацию. Потом, если вы захотите гравитацию поменять на стигму. У вас так не получится. Вы только сможете Геран поменять на Геран. И выше скиллы на ниже скиллы. То бишь, чтобы вы понимали классификацию скиллов. Вот это Геран скиллы. Там от 20 ка алмазов. И выше. Дальше по 6 скиллы. К примеру, Ледяной Шторм. Аден 2. Я не знаю. 60-50 ка алмазов. Я не знаю. Я не вникаю. Я РМТ не занимаюсь. И без понятия. Чисто играю для души. То бишь, есть ссылочка. Схема скиллов. Там так прямо и написано. В интересной информации. Ищи. Там может еще что-то найдешь. В интересной информации. Как развивать своего персонажа. И так далее. Тут классификация по красным. По феол скиллам. По мифическим скиллам. Я думаю, должно все быть понятно. Ищем ваш класс. Древковое оружие. И человек спрашивал. Чем там отличается абсолютное копье. Видим, что абсолютное копье. Это Геран. Дешевые скиллы должны быть. Да. 20 ка алмазов. Там может дешевле. В зависимости от времени. То бишь, Метеор, Хаос, Равитация. Это Геран скиллы. Стигма. Это Аден. 1. Ледяной шторм. Аден 2. Ледяной кристалл. Уже Грация. Должно все быть понятно. Я думаю, по классификации скиллов. Вы должны понимать, почему тот или иной скилл стоит дороже того. Или иного скилла. То, что у них есть классификация. Дальше. По настройкам. Давайте пройдемся. Давайте вот так по порядку. Бой. Поиск цели. Сканировка. Мы можем найти вот здесь. Вот. Нажать вот сюда. Тут, конечно, все индивидуально. Для миликов. Для дальнего боя. Тут можно там черно-белый экран сделать. Доп настройки. Время, конечно, чем чаще, тем лучше. Монстробоссы. Тут галочку выставляем. Потому что, если вы ходите на мировых, так легче навестись на босса. Когда выставлена эта галочка. Если в поле ресется босс. Персонаж на него не побежит. Ну, только если вы не будете прям на респе босса стоять. И массуха не заденете. А так, персонаж только, ну, он будет отображаться. Но персонаж не побежит на монстробосса. Можно выставлять элитки. То бишь, вот наш персонаж, к примеру, не бегал от одного моба к другому. Мы берем. Убираем агрессивные. Оставляем элитки. Расстояние еще сделаем 30 метров. Теперь он будет чаще перебегать. Потому что элитки, вот видим, как стоят. Нормально фармить. Теперь он выфармливает здесь. Потом появляется там элитка. Ну, чтобы он... Ну, вы можете просто фармить одно место. А когда так выставляете, появляется элитка. Он перебегает на ту локацию. Убивает там элитку. Фармит. Вот видим, элитка тут тоже спавнится. Такой треугольник получается. Постоянно перебегает то туда, то сюда. И это немножко улучшит ваш фарм. Также агрессивные монстры можно выставлять. Но в зависимости от спота. Индивидуально. То же самое со скилами. Вот тут мне как бы все скиллы не нужны. Я звуковой импульс отключил. Там где большой респ. Монстров я там включаю. Звуковой импульс. С Назарыча влетаю. Все скиллы вообще включаю. Чтоб максимально можно было всаживать в домах. Индивидуально. К каждой локации вы должны подходить. Поиск цели. Сканировка. Думаю все понятно. Подбор. Самое главное. Я уже делал такое видео. Ну еще раз делал. Подбор. Выброшенный другими. Выключаем. Особенно Назарыча. Это повод вас убить. Если вы начнете собирать чужие там знаки поручения. Вас убьют. Добавят ЧС. Если вы будете еще огрызаться. И самая главная строка. Это разбор. Обычное. Улучшенное. Включаем. И также последнюю галочку. Тоже включаем. Потому что если предметы для разбора заканчиваются. У вас наполняется рюкзак. Это плохо. А так предметы для разбора закончились. Вы автоматически удаляете. То же самое для коллановых коллекций. Для коллекций. Если стоите в поле. Постоянно на персонаже. Закрываете коллекции. Очень удобно. Собирать вещи которые идут в клан коллекции. И там в этот. Ну если вы не на персонаже. То естественно отключаем. Дальше. Управление. Ну баночки ставим там. Я не знаю. На 75. МП ставим на 30. Положительные эффекты. Чтоб оно всегда использовало. Отключить лимит МП при ПВП. Если поставим 100%. Он не будет использовать. МП вообще. Лимит МП. То 30%. То 1200. У вас всегда в запасе. Там для ПВП. И все такого. Отбиться от кого-то. Если у вас на нуле будет. То вы сами понимаете. И положительные эффекты не срабатывают. И урон. И все такое. Тут я ничего не трогал. Также. Вывод информации. Тряска. Камеры. Выключаем. Потому что бесит. Игровые имена. Ну если вы стример. Тоже. Там. По желанию. Чтоб меньше людей. Видело ваш ник. Это что. Будут написать. О привет. Конечно. Прикольно. Приятно. Но если сталкеры разные. Неприятные вещи пишут. Упрощенное распознание. Это. Значки кланов. Что постоянно были. Отображались. Видно были. Вот тут. Умения положительные. Эту галочку. Если мы выключаем. Мы не видим. Как сработает. Тройное рассечение. Двойное рассечение. Если мы. Включаем. Вот эти две галочки. То мы видим. Как сработает. Тройное. Вот рассечение. Видим. Танец ярости. Смотрите. Бавчики. Оно не показывает. Именно. Тут тоже. Индивидуальный звук. Индивидуальный язык. На якой мове. Вы разговариваете. Тоже. Шкода. Что. Нема. Украинское. Дуже было бы чудово. Якщо бы им. Додали. До цієї игры. Тоже можно понастраивать. К примеру. Зелье исцеления. У вас заканчивается. Зелье исцеления. На это надо звук включать. Звук включать. У вас нет зелий. Каждые 20 секунд. Вам будет сообщать. Что у вас 0 зелий закончилось. Тоже оповещение о хп. Очень удобненько. Там. К примеру. БСЕ прожимать. Очень круто. Там. 2к хп. Сигнал пошел. ВБСЕ прожали. Спасите. У вас спасите. Прожали. Тоже очень удобно. Дальше. Оповещение о весе. Больше 49%. Ну тут есть выборы. Тоже варианты. Как вас будут оповещать. Вибрация. Даже можно. Переполнил нас сумка. Тоже есть вот оповещение. Там в радиусе 40 метров. Вы добавляете врагу. Рядом врач. Чтоб вас оповещало. И там успели среагировать. Или прожать БСЕ тоже. А головорезы. Ну такое. Головорезами стоят. Очень редко. И то по незнанию. То что там. Убиваем определенное количество игроков. Стоим головорезами. Также вот эта настройка. Ну включайте. Легендарная и высшая. Потому что вас задолбет. Если там редко стоит. Или героическая. Постоянно появляющаяся надпись. Там. Скрывать имена в мировом сообщениях. Это очень удобно. Если у вас есть много. Неприятелей. Которые за вами охотятся. Да. Они могут увидеть. Что вы выбили где-то синьку. У вас эта функция выключена. Мир чат. Идет оповещение. Вася выбил синьку. В такой-то локации. Вас пойдут туда искать. Также. Если вам не нужны. Вот эти всплывающие окна. Представляете. Легендарное и высшее. Его отключить полностью нельзя. Потому что. Так настроена игра. Чтоб вы видели. Что кто-то что-то тянет. Кто-то что-то выбивает. У вас горел пукан. И вы донатили очень много. Тоже очень интересная функция. Добавилась очень недавно. Не знаю как она работает. Должно быть написано четко слово. Или фиг его пойми. Уведомление о ключевых словах в чате. То бишь. Мы там пишем. Мне нужны. ВТС. Оно типа должно. Уведомлять вас. Что кто-то. Как оно работает. Фиг его знает. Мир. Группа. Тут тоже. Занепадаешь духом. И дуже складно себе выдавливать и по смешку. Так. Ладно. С вами дядюшка Розе. Всем до новых встреч.